Собственно, этот конфликт фактически начался, как считают и израильские авторы, и палестинские, фактически, ну, наверное, с 80-х годов 19-го века, с того времени, когда в Эрак-Сесраиле, то есть страну Израиля, как ее называют еврейские авторы, или на территорию Палестины, начинает пребывать первый репатриант. По израильской терминологии Алим, то есть начинается первая волна репатриации евреев из различных стран, Европы в основном, и главным образом из Восточной Европы, из Российской империи. И вот этих волн репатриации было довольно много. Скажем, первая волна происходила с начала 80-х годов, ну, вы понимаете, даты все достаточно условны, до первой русской революции. Собственно, с начала 80-х годов из Российской империи, где еврейское население составляло в тот период достаточно большой, было большим, самым большим в мире, оно составляло порядка более 5 миллионов человек. И евреи были, занимались, собственно, на третье или четвертое место среди неславянских национальностей империи. Так вот, в результате тяжелого экономического положения, ну, и разумеется, погромов, первой волны погромов в начале 80-х годов, еврейское население начинает покидать Российскую империю, главным образом не на Ближний Восток, не в Палестину, а в Соединенные Штаты. И нынешняя еврейская община Соединенных Штатов, которая является самой большой в мире, достаточно влиятельной, и составляет примерно, ну, по нынешним оценкам, 5 миллионов 800 тысяч человек. Большая часть потомков является выходцами как раз из России, Польши, из Восточной Европы. Так вот, среди вот этой огромной волны эмиграции евреев, а до Первой мировой войны было полтора миллиона евреев, которые погибли Российскую империю, примерно несколько десятков, тысяч человек направились в другом направлении, направились в Палестину. Вот если это как бы голосование ногами русских евреев, не только евреев, но и большое число происходит иммигрантов, украинцев, и украинская, вы знаете, община в Северной Америке, в Канаде особенно, состоит как раз вот из выехавших в то пору украинского населения. В тот период существует очень большая ирландская эмиграция. Так что Америка страна иммигрантов, такой же страной иммигрантов постепенно становится и Палестина, где, как я сказал, первая волна иммигрантов была с 80-х годов 19 века до Первой русской революции. Что представляли собой эти люди? Надо сказать, что и до этого времени по еврейской религиозной традиции Палестина была местом молитв, местом, куда мечтали уехать религиозные евреи и умереть там. Ибо там находились и во всех, так сказать, еврейских священных книгах и молитвенниках. Всегда упоминается Сион, упоминается Иерусалим и традиционное пожелание на еврейскую Пасху, Башанага Бааб и Рушалаем в следующем году в Иерусалиме. Но это была некая такая как бы религиозная составляющая, и люди ехали в Палестину, религиозные евреи, на протяжении множества веков, которые ехали не для создания каких-то государственного устройства, а для того, чтобы иметь возможность помолиться у стены плача. По еврейской традиции, это христианская традиция стена, так называется это место. Вот остатки стены, западной стены, подпорки юрусалимского храма. А в еврейской традиции, это называется хотель Рамарари, то есть западная стена. Это посетить Цфак, другой священный город иудаизма. Это посетить Хеврон, могилу царя Давида, праматери Рахели, ну и так далее. Но те люди, которые отправились в Палестину, тогда это можно сделать было только морем, из Одессы, очень сложным путем, из Черного моря, прибыв наконец в Яфа, были в большинстве своем абсолютно светскими евреями. Это люди, которые, как правило, происходили из среднего буржуазного класса, среди них было немало студентов, в частности Харьковского университета, которые создали несколько групп, я не буду подробно о них говорить, общее название этих всех небольших групп, Хававей Цион, возлюбившие Сиону. Это были светские евреи, которые считали своим долгом оставить Российскую империю и начать своим трудом обрабатывать землю, приобретать землю у арабского населения и таким образом обосноваться и продолжить ту историю, которая была трагически завершена разрушением второго храма еще в 70-м году новой эры римским императором Титом. Между вот этими новыми светскими евреями и старым поселением Ишумом возникли весьма такие, ну как сказать, малоприятные отношения. Ничего подобного они не приняли с какими-то объятиями, они напротив рассматривали их как безбожников, как людей, которые нарушили традицию по еврейской традиции с приходом Машеха, Мессии, произойдет конец времен и чудесным путем все евреи, ну конечно я очень, если здесь был выравнен, я это сказал, когда я поправил, и сказал, что я не совсем точно говорил, но смысл такой, что чудесным путем оказались бы вновь на Святой Земле. То есть эти люди как бы делали то, что должно было сделано руками Божьими, руками Всевышнего. То есть они как бы рассматривались еврейской ортодоксией, еврейскими религиозными кругами, как некие уже Мессии. В еврейской традиции опять-таки в истории были такие люди, там в 17 веке и ранее, некий Шабтай Цзви, например, который заявлял, что он Мессия, и евреи ему поверили, продали имущество, отправились за ним, но в конечном итоге кончилось все это печально, его арестовал турецкий султан, он принял ислам для того, чтобы сохранить себе жизнь. Так вот, критики этих первых репатриантов говорили об этих людях, их называли палестинофилов, вот этих светских евреев, вот, что они как бы уже Мессии и нарушают волю Божию. Но парадоксально, что в самом религиозном, в самом иудаизме появляются некие раввины, которые заявляют, что приезд евреев в страну Израиля, в общем-то, приближает приход Маши, приближает приход Мессии. И поэтому это благое дело. Так появляется движение, которое существует и по сей день, религиозный сионизм. Большая часть религиозных кругов, повторяя в Европе, крайне отрицательно отнеслась к этим попыткам вот переместиться туда, не ожидая прихода машин. Но нет караэровины, я не буду, так сказать, их называть, если надо, вы спросите, я тогда могу подробнее о них рассказать. Вот, создают такую группу Мизрахи, Мизрах-Ухами, духовный центр на иврите, которые заявляют, что это, в общем-то, богоугодное дело. На смену первой Алииа, в закончившиеся годы первой русской революции, появляются другие репатрианты. Вторая Алия продолжается до начала Первой мировой войны, вторая волна репатриарции. Это были люди иного облика, это уже были люди не, как бы, таких буржуазных начал, которые считали, что нужно прикупить землю, которые не гнушались пользоваться арабским трудом, использовать арабских филатов, вот, и быть, так сказать, ну, землевладельцами в Палестине. А это были уже евреи-революционеры, которые, так к этому времени возникло целый ряд еврейских партий, такой социалистической сионистской направленности, которые заявляют, что мы должны построить, ну, очень, я говорю, прямолинейно, но смысл был именно такой, создать в Палестине социалистическое государство, произвести там социалистическую революцию. Здесь они участвуют в революционном движении, участвуют в отрядах самообороны в период массовых еврейских погромов, и туда они приезжают для того, чтобы создать критильные хозяйства, вот эти знаменитые дебуцы, где коммуны, где все строилось бы на коллективистском труде. И такие хозяйства основываются. Кстати, я забыл сказать, что и первый репатриарх, и первой волной, и тем более второй, селятся не в традиционных местах еврейского питания, не в святом городе Иерусалиме, не в том же Цфате, не в Твее, а начинают осваивать вот эту очень заброшенную территорию, где была пустыня, где были болота, где крайне неудобную для, так сказать, обитания, они занимаются вот созданием вот этих коллективных хозяйств кибуцов, и начинают подумывать о создании городских новых еврейских поселений. Так возникает первый еврейский город с чисто еврейским населением, хорошо известный вам Тель-Авив. Тель-Авив – это в переводе с иврита цветущий холм, или холм весны, весенний холм. В 1909 году выходец из Украины был, и целый ряд других, Мир, Дизенков, участвующий до этого в народничественном движении, был среди тех, кто основывает буквально на пустом месте, рядом с арабским поселением Яфа, еврейский город, первый еврейский город Тель-Авив. Дизенков, Дизенков, Мир. Сейчас это культовая фигура в Израиле. В какой-то степени центральная улица, одна из центральных улиц Тель-Авива называется как раз Бульвар, Дизенков. Человек, который ездил на белом коне, был очень таким хорошим организатором, который стал строить не только он, но и сотни других людей вот этот город. Надо сказать, что к этому времени русские вот эти палестинофилы были не одиноки. В Западной Европе появляется сианинское движение. Некий австрийский журналист, хорошо вам известный Теодор Герцог, ассимилированный абсолютно человек, воспитывавшийся, родившийся в Будапеште и проведший большую часть своей недолгой, в общем-то, жизни в Вене, писавший по-немецки французские пьесы, был он в основном журналистом и писал венскую газету на прессе из Парижа о политической жизни французской столицы. Так вот, события Эйча достаточно ассимилированной и далекой, в общем-то, от еврейства. Ну, рассказывают, что будто бы дед его учил еврейской традиции. Ну, человек, он был, так сказать, такой уже эмансипированный западный еврей. Единственное, чем отвечала его, так сказать, борода, действительно, что-то такое импозантный вид, вы видели его портреты. Так вот, события в Париже, а именно процесс Дрейфуса, не нужно рассказывать о процессе Дрейфуса, вы знаете, вот, и реакция на этот процесс французского общества, главным образом, казалось бы, евреи полностью эмансипированы в этой стране. Франция была первой, по сути, страной этого, согласующей равенство евреев после французской революции. Вдруг оказалось, что значительная часть консервативного общества рассматривает Дрейфуса как шпиона и переносит это на вообще поступок Дрейфуса, который оказался, в конечном итоге, оправданным, на все, на несколько сот тысяч евреев, которые тогда жили во Франции. Вот это новое поветрие, как бы, в европейской тогдашней жизни, когда даже не крещение, достаточно средневековье считалось, и, в общем-то, и теперь западные, и так считаются, евреи это не национальность, а это религиозная община, это вера, человек, который переходит, принимает, скажем, христианство, православие, или, там, католицизм, или, чаще всего, протестантизм евреев, то он уже не еврей, он уже христианин. Так вот, в конце 19 века во Франции, а еще больше Германии, появляются антиеврейские, антисемитские, как мы сейчас и говорим, движения, которые заявляют, что главное не то, что евреи приняли другую религию, а уже сама кровь, само происхождение уже определяет еврейство, и от этого никуда не деться. В конечном итоге, вот эта вот обстановка нетерпимости привела Герцля к мысли, что евреи должны покинуть Европу, что евреи должны восстановить свою древнюю родину, так появляется его работа Юденштадт, еврейское государство, вот, вышедшее в 1897 году, которое произвело достаточно такое сильное впечатление на еврейских интеллектуалов и на некоторых христианских русских. Надо сказать, что до Герцля уже в России были подобные сочинения. Лев Пинскер еще в 1882 году еврейский врач Евреи из Одессы пишет на немецком языке книжку автоэмансипации. Даже не книжку, а такую небольшую брошюру, где он заявляет о том, что евреям нечего надеяться на волю сильных мира сего, что эмансипация должна быть делом самих евреев. Если не мы, то кто же, то кто же, если не сейчас, то когда. Вот книжка Пинскера становится неким идеологическим таким, как бы, обоснованием вот этого палестинофельского движения. Впоследствии Герцель, который прочитал эту книгу, эту врачуру, сказал, что мне незачем было бы писать еврейское государство, если бы я знал, что существовала книжка Пинскера. Но он это не знал, и Герцель проявляет невиданную энергию и решает организовать сиаминские конгрессы. Конгрессы, куда привлек бы он еврейских активистов из разных стран мира для создания в конечной цели еврейского государства. Первый конгресс происходит в Базве в 1897 году. Вот вообще надо заметить, деятельность Герцеля, как в свое время деятельность палестинофилов России евреям Европы нравилась не очень, мягко говоря. Ему очень трудно было вообще найти место, где бы провести свой конгресс, поскольку многие лидеры еврейских общин говорили, что создав вот это движение, мы ставим в объект проблему двойной лояльности. Мы, жители Европы, укоренились здесь, евреи в основном составляли средний класс. Вот, вдруг мы заявляем о том, что мы хотим покинуть, что мы граждане там Палестины, древнего Израиля, мы уже об этом совершенно забыли. Мы, происходит движение еще с конца XVIII века еврейского просвещения, главная идея которого было, что евреи, живущие в разных странах, это немцы Моисеева закона или французы Моисеева закона и так далее. Что евреев отличает только от граждан той или иной страны только вера. И то происходит большая, так сказать, такой реформистский процесс в элгоизме, переходит на языки тех стран, в которых идет, так сказать, в которых евреи живут во время религиозных служб. Некоторые доходят до того, что даже молитвы в синагогах устраивают не в субботу, священный день для евреев, а в воскресенье. Из молитвников изымают слова упоминания Жерусалима, Сиона и так далее. Это были крайние такие вот сторонники ассимиляции еврейства. И вдруг появляется некий пророк, в кавычках, который заявляет о том, что евреям нечего делать в Европе, и евреи должны создать государство на Ближнем Востоке. Герцель смог увлечь некоторых западных интеллектуалов в Европе, но массовую поддержку он получает от еврейских деятелей из Восточной Европы, из России. И в Базере, где ему, наконец, удалось найти место, местные, кстати, христианские руководители, христианское, ну, руководство, кантоно Бразилия, совместно с еврейской общиной, находят ему некое здание, где был, где было казино, вот в этом казино и собираются десятки, где-то под сотню представителей различных еврейских организаций из различных стран мира, более половины было из России. Все они произвели на Герцля жуткое впечатление. Они приехали не в европейское действие, они приехали, ну, вот в этих своих длиннополых кафтанах, некоторые, это сказать, были, ну, совершенно такого местечкового, закрапезного вида. Герцель вообще никогда не видел таких. В его представлении это были, ну, европейские люди одели где-то европейские костюмы, а здесь приехала вот эта толпа, которая, так сказать, в общем-то, напоминали давно забытое местечко, которое жевали чеснок, переговаривались между собой не на немецком, а на идиш, на еврейском жаргоне, который тогда воспринимали как испорченный немецкий язык. Ну, нужно было всем сфотографироваться, как так принято. И Герцель на свои деньги одевает всех делегатов Андреса по фарту. И вот сохранился исторический снимок. Эти люди, себе переодевшись, надевшись котелки и фраги, становятся перед объективом и появлялись исторический снимок. Смысл политики Герцель состоял в том, что начать переговоры с лидерами западных стран, прежде всего с Германией, с кайзером Вильгельмом, который имел османское, Турция была частью Османской империи, а Турция тогда, как тогда говорили, вы знаете, была уже больным человеком, развалившаяся Османская империя. И оказать таким образом давление через Германию и турецкие власти для того, чтобы порта открыла борота для заселения, непрепятства переселению евреев в Палестину, то есть ведение такой, как бы мы сейчас сказали, тайной дипломатии. С этой целью Герцель отправляется, я, наверное, слишком подробно, вы знаете эти сюжеты, да? В общем-то, может быть, мы перенесемся, вот, я понял, что мы, наверное, тогда не успеем. Вопрос к вам. Стоит ли это нужно-то рассказывать? Создание государства, как вы знаете, произошло в мае 48-го года, как раз вот сегодня в Москве, прием, который устраивает израильское посольство, традиционный прием по поводу Йома Цлау, то есть Дня независимости. В 48-м году премьер-министр Израиля, вернее, это там не был премьер-министр, а глава еврейского агентства, некой организации, которая отвечала, выражала интересы еврейского поселения в Палестине, Давид Квет-Гурион на свой страх и риск собирает несколько десятков еврейских политических деятелей из Шуба, то есть тогдашней еврейской общины в Палестине и в Толяривском музее в 14 мая 48-го года объявляет о создании еврейского государства. В нем не было ни одного упоминания о какой-то священной миссии, не упоминался Всевышний, то есть это был абсолютно светский текст. Главное, на чем делался упор в этой декларации о том, что еврейское государство должно стать демократическим государством, где все население, общины, проживающие в нем, не только иудеи, но и христиане, и мусульмане, имеют равные права, но оно создается прежде всего как место для защиты, для спасения Израиля, поскольку трагический опыт Второй мировой войны, Холокост, тогда этого слова еще не было, привел к уничтожению шести миллионов наших братьев в Европе, и чтобы подобных трагедий никогда больше не произошло, мы должны создать собственное государство, собственные вооруженные силы, взять контроль над нашей исторической родиной. Сразу же, даже до этого, да, до вот этого исторического заявления, кстати, до недавнего времени одним из самых последних людей, который подписался под актом вот о декларации независимости, был мир Вильнар. Может быть, вы, люди молодые, не помните это имя, а в советской прессе это был единственный человек, который как-то более-менее упоминался в позитивном тоне, поскольку это был генеральный этап Коммунистической партии Израиля, который приезжал сюда на все съезды КПСС. Вот, и поэтому к нему, так сказать, в Израиле больше так относились, несмотря на столь его проарабскую позицию, весьма уважительно. Мир Вильнар тоже поставил свою подпись под этой декларацией. Но к этому времени, надо сказать, что уже было решение Организации Объединенной Нации. В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН всеобщим голосованием принимает решение о создании еврейского государства в Палестине. Сионистские круги Соединенных Штатов и Палестины были очень обеспокоены этим голосованием. Они, разумеется, хотели, чтобы большинством голосов была принята эта резолюция о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. И голосование было достаточно драматическим, далеко не последнюю роль. В этом сыграло, как вы знаете, решение Советского Союза и его было три советских делегации, по сути дела. Кроме советской делегации, была делегация Украины, Белоруссии, а также сформировавшиеся тупому уже восточный блок, советские сателлиты в Восточной Европе, которые поддержали эту резолюцию. Буквально за несколько часов до голосования в ООН представитель Советского Союза, тогда молодой еще Андрей Кромыко, получает телеграмму молодого министра иностранных дел с заявлением о том, чтобы голосовать за раздел Палестины, за создание еврейского государства. Поэтому голос Советского Союза в ту пору супердержавы, Советский Союз вышел победоносно из Второй мировой войны, из Державы номер два, наверное, после Соединенных Штатов, поддерживает создание еврейского государства в Палестии. Ну, мне, наверное, не за чем у вас спрашивать, но все же, чтобы вы сказали два слова, я у вас спрашиваю. Чем было вызвано, как вы считаете, реакция Советского Союза на, тоже позитивная реакция на создание Израиля? Казалось бы, а вся политика большевиков, а затем и Советского правительства была антисионистской. Сионизм рассматривался как реакционное движение, отвлекающее, трудящееся от борьбы со социализмом, в общем-то, движение, направленное против сводоболюбилов, движение арабских народов, против империализма, колониализма и так далее. И вдруг Сталин принимает такое достаточно неожиданное решение. Хотя, надо сказать, контакты между сионистскими структурами и советскими властями, послом Советского Союза в Англии, тогда им был Иван Майский, начались еще с 40-го года, когда начинаются такие постепенные встречи между советскими властями и представителями сионистских кругов. Тем не менее, ничего было неизвестно. Арабы также были очень взволнованы на предмет создания еврейского государства. Был такой план, кстати, написанный Литвиновым о передаче. Вы знаете, что с 18-го года Палестина была подмандатной территорией какой страны? Англии, Великобритании. Вот. И была такая идея, чтобы сделать эту территорию подмандатной территорией Советского Союза. Даже целый был план, который обсуждался в Советском правительстве и в МИДе. Разумеется, он, так сказать, не прошел. Но, тем не менее, чем все же вызвал такой неожиданный, казалось бы, поворот политики советских властей, которые сразу же после выступления Бен-Гуриона до июля признают Израиль. Советский Союз стал первым в государстве в мире, не Соединенные Штаты, АССР, который юридически признается еврейское государство и готов отменяться с ним дипломатическими миссиями. Чем объясняется вот эта вот такая метаморфоза? Какие есть мнения? Есть какие-то причины. Для Сталина Англия вообще была каким заклятым врагом. Сталин мечтал еще со времен гражданской войны, ненавидя Британию, изгнать британский империализм, колониализм, тем более Ближний Восток. Это место пересечения, место очень важное для контроля, стратегического контроля над Европой, Азией и Африкой. И здесь иметь такое же государство, которое находилось бы под советским контролем, как возникли государства в Восточной Европе, для Сталина было очень важно. Тем более казалось, что те социалистические идеи, которые провозглашаются в Израиле. И как бы вроде евреи, мы их все, как сказать, знаем, свои. Тогда в основном были еще евреи из Восточной Европы, русскоязычные евреи. Позже Израиль становится с 50-х годов более такой ориентарийской страной, когда начинается массовый приезд в Израиль, выходцев евреев из арабской государства. Так вот, Сталин, как верно вы сказали, исходил из своих политических задач Израиль, чтобы стал ближайшим союзником Советского Союза. Более того, Советский Союз негласно способствует переезду из евреев в Израиль. Не из Советского Союза, а тех перемещенных лиц, а с выживших годы Холокоста в Европе, в Польше, в Германии, которым советские оккупационные власти не мешают переехать, вот тогда, если организация и миссары переехать на Ближний Восток и тем самым увеличить еврейское население. То в пору евреев в Палестине было 600 тысяч человек. И именно это население, в общем-то, выдержало первую войну. В израильской историографии она называется «Война за независимость», когда арабские страны, пять арабских государств, еще до объявления о создании Израиля, начинают вторжение на эту территорию. Кстати, границы, которые были определены ООН для создания Израиля, это одна из таких очень болевых точек вплоть до современной состояния, поскольку границы были, надо сказать, нежизнеспособны. Ну, вы скажете, что всегда можно, так сказать, придраться к этому, но поверьте, вот был израиль и, так сказать, составляет странное впечатление, что, например, можно на велосипеде переехать за два часа, например, пересечь вдоль границы Израиля 1967 года. Эти границы, то есть не было никакой внутренней какой-то глубины. В Израиле, собственно, нет такого понятия тыла, поскольку те границы, которые были предложены, я не подумал, не взял карты, они создавали крайне стратегически невыгодное положение для нового государства. Основные орли власти стране создавались вот в этом новом городе, в Терриавиле, а Иерусалим был, как вы знаете, разделен, часть Иерусалима осталась под иорданским контролем. Да, два слова о результатах этой войны за независимость. В эту войну погиб 1% еврейского населения, то есть это по масштабам Израиля, это уже была большая цифра, в основном это были едва выжившие в катастрофе люди, которые приехали, прибыли в Палестину, необученные люди, которые сразу же вступали в бой с этими арабскими формированиями. И в целом, несмотря на то, что первоначально арабские формирования из Транса и Ордании, такое государство арабского легиона, из Египта смогли войти, собственно, на территорию, где был еврейский анклав, самое главное, блокировали еврейскую часть Иерусалима. В общем-то, победа в этой войне была за Израилем. Эта война вообще, так сказать, довольно интересный сюжет и на протяжении конца 80-х годов является предметом очень серьезных дебатов в израильской историографии. Появилось поколение так называемых новых историков, которые крайне критически относятся вот к той сионистской официальной историографии, заявляя о том, что еврейское государство родилось в грехе. Что оно значит? Что под этим имеется в виду? О том, что армия обороны Израиля, только что созданная тогда армия из вот таких вооруженных, так сказать, объединений, в общем-то проводила политику депортации. Что известно, это, так сказать, вот трагедия арабской деревни Дер-Лесин, что это не только эта деревня, откуда были вырезаны и вытеснены арабские жители, но и произошло массовое изгнание арабского населения из Яфа, из других территорий при помощи убийств, запугиваний и насильственного поселения. Чтобы, собственно, тогда и возникла проблема беженцев, которая по сей день является очень болезненной в отношении между Израилем и его соседями. В ответ на это противники сионистских, вот этих новых историков, постсионистских историков, как они называются, говорят о том, что во многом сами арабские руководители заявляли о том, что арабы должны покинуть эти территории. Вели вещание из громкоговорителей, что нужно срочно уйти, что они сами как бы провоцировали. Это уход арабов из Сфата, из Яфа и из других мест. Мы не будем здесь вдаваться в детали, кто прав. Очевидно, ситуация была не столь действительно проста, как это изображает официальная сфера Графия. Вот, израильская. Но, действительно, несколько сот тысяч арабов покинуло эту территорию. Эту территорию. Нынешнее израильское, так сказать, руководство, особенно премьер-министр Игук Барак, который, как известно, с арафатом покойным достиг, вроде бы, самых, пошел на самые серьезные уступки. Готов был принять каждый год, чтобы Израиль принимал на возвращающихся 4-5 тысяч арабских беженцев. Израиль сводит из цифры примерно 250-300 тысяч человек. А арабы же заявляют о том, что и лидеры палестинской автономии, той еще стали лидеры палестинского правительства Махмуда Абаса, который сейчас в Сочи встречался вчера с Путиным. Исходят из совершенно другой цифры, из нескольких, из 600 тысяч человек, или, возможно, даже больше. Израиль категорически отвергает эту цифру и заявляет о том, что нужно исходить из тогда еврейских беженцев из арабских стран, которые бежали после создания Израиля, часто насильственным образом вынуждены были покинуть Северную Африку, Йемен, Сирию, Египет и так далее. Что нужно также вести переговоры и об этих уеврейских, так сказать, беженцах. Ну, возвращаясь к тем событиям. В результате войны за незамисимость Израиль, в общем-то, мог устоять. Кстати, при советской поддержке вооружениями, через Чехословакию Советский Союз посылает немецкое вооружение, самолеты, включая стрелковое оружие и артиллерию израильской армии для того, чтобы Израиль не исчез и не погиб под ударами вот этих пяти арабских государств. Однако, арабские страны решительно не приемлют существование Израиля на Ближнем Востоке с того самого времени, с той самой вот резолюции ООН и отказываются вот о создании палестинского государства, как то предлагалось в резолюции организации объединенных наций на определенных территориях и заявляют, что вся территория Палестины принадлежит арабам и евреям там нет места. С этого времени, собственно, фаза противостояния между израильтянами и арабами вступает в новую составляющую. Происходит постоянное израильнии дипломатических отношений со своими арабскими соседями. В 1949 году было заключено перемирие, вот, израильтянам удалось дойти до Шар-Мушейха на юге, до Красного моря, до Элака, израильского порта. Там устанавливается вот эта линия прекращения огня в 1949 году. Но военные действия, по сути дела, не прекращаются. Возникает партизанское движение среди палестинцев, федаины, которые постоянно просачиваются на израильскую территорию, устраивая различные диверсии. Следующим событием является событие, так сказать, военного года, 1946 года, когда Израиль достаточно неудачно пытается укрепить свои позиции, и после объявления о национализации египетскими властями Советского канала в 1956 году, осенью 1956 года, французы и англичане вводят свои войска на Сенат, и пытаясь, так сказать, вот, помешать этому решению уже Насара. Израильтяне вместе с англичанами и французами также участвуют в этой операции, в основном своими парашютными частями. К этому времени политика Советского Союза в отношении с Израилем кардинальным образом меняется. Уже с конца 1948 года Советском Союзе понимает, что надежды на то, что Израиль будет цитерином Советского Союза, мало вероятны. Попытки Израиля, в общем-то, не зависеть полностью от Западной Европы, от Соединенных Штатов в плане поставок оружия, а быть некто, вот играть такую, как бы, позицию в отношениях с полусамостоятельными между Восточным и Западным блоком не удается. Недавно изданный двухтомник Советско-Израильских отношений 40-го, 53-го года, возможно, вы знаете, это издание показывает, что все запросы израильтян послать, скажем, израильских военных учиться в Советские Академии или организовать какую-то представительную организацию для приезда в Израиль советскую делегацию, все они наталкиваются на отказ косвенной или прямой советских властей. Более того, в 53-м году, в феврале 53-го года происходит взрыв, до сих пор история этого террористического акта до конца не изучена, на территории советской миссии в Тель-Авере советские власти буквально через, на другой день заявляет о том, что дипломатические отношения между двумя странами невозможны и разрывает дипломатические отношения с Израилем вслед за Советским Союзом, все его восточноевропейские партнеры делают тоже самое. И, ну правда, вскоре после смерти Сталина уже осенью в 53-го года дипломатические отношения восстанавливаются. Но отношения между Советским Союзом и Израилем находятся на очень таком низком уровне, находятся в таком замороженном состоянии и с 55-го года Советский Союз окончательно определяется, видя основную опору в проведении своей внешней политики на Арабском Востоке, на Ближнем Востоке, это поддержка арабских государств, борющихся против, как следовало язык элитарических заявлений, против империализма, колониализма, против американского, английского, французского империализма. Советские власти закрывают на то, что коммунистические партии в этих странах, в Египте или, скажем, в Сирии или в других странах, находились под запретом, а коммунисты сидели в тюрьмах. Подписывается целый ряд соглашений и советское вооружение становится, ну, основно, ясно было на сленге, так сказать, нас, выражением фручевым под добровольцами, это речь от, так сказать, советских, советской прямой, участие Советского Союза в конфликте на Ближнем Востоке. Израиль, по сути дела, с этого времени воспринимается советскими властями, как...